Член Палаты представителей Элиса Слоткин, штат Мичиган, баллотирующаяся на переизбрание в 7-м избирательном округе штата Мичиган, накануне выборов снова заявляет, что она на самом деле выступает против прекращения пограничного контроля. Хотя мы все помним, как она жестоко критиковала президента Дональда Трампа за попытку обезопасить границу США и Мексики. Слоткин поменяла риторику, опасаясь, что за нее не проголосуют достаточные избиратели, и заявила в недавнем интервью, что не может поддержать решение Джо Байдена отменить раздел 42 Органа общественного здравоохранения Центра по контролю и профилактике заболеваний, CDC, введенный Трампом в 2020 году, который мог остановить нелегальную миграцию в течение последних двух лет. В тот момент, когда ограничительные меры, принятые Трампом, будут сняты в мае, эта основа будет серия перегруженных нелегалами границ, и я не могу этого поддержать. Я не могу смириться со снятием пластыря в момент отсутствия плана по остановке кровотока, продолжила она. Тем не менее, в 2019 году Слоткина раскритиковала меры Трампа по защите границы США и Мексики с помощью постоянных заграждений, заявив тогда, наша демократическая система основана на компромиссе, я буду обеспокоена решением президента Трампа порвать с историческим прецедентом и обойти эту систему, а также использовать объявление чрезвычайного положения в качестве инструмента для выполнения политических обещаний. Слоткин также была яростным сторонником амнистии для около 22 миллионов нелегалов, выступая соавтором таких законопроектов, как закон демократов об американской мечте и обещаниях от 2021 года, который бы дал нелегалам возможность получать грин-карты. Слоткин также поддержала амнистию для нелегалов, работающих на фермах в США. В интервью Слоткин сказала, что хочет видеть вливание иностранных рабочих, занимающих американские рабочие места, потому что в Мичигане фермеры и индустрия туризма ищут постоянный поток рабочих для найма. По состоянию на февраль в штате Мичиган, который представляет Слоткин, уровень безработицы составляет 4,7%. При этом почти 230 тысяч мичиганцев не имеют работы, многие из которых ищут работу на полный день. Слоткин борется на выборах с сенатором штата Мичиган Томом Барретт, ветераном боевых действий в Ираке, который пообещал поддержать финансирование для завершения строительства стены вдоль южной границы.